Встретили с модным человеком. Представьте, пожалуйста, Алексей работает здесь, а оказывается фотограф. Человек переехал сюда на ПМЖ фактически. Я тоже, кстати, подумал иногда переехать в Сочи жить. Мне здесь реально очень нравится. Сказочно, красиво очень. Здесь фрилансом нормально работать. У нас в прошлом году была на пляже собственная фототочка, прям на берегу. Вот, она принесла за лето миллион двести. Отлично. Так что вот эти деньги. В Сочи надо ехать, оказывается. Жизнь большого города сильно выматывает и опустошает. И только здесь ты понимаешь, что быть такое по-настоящему счастлив. Здравствуй, горные вершины. Гора Аигра. Здравствуй, Роза Пик. Очень мы тебя давно не видели. Ребята, и 2320 метров преодолено. В зимнюю сказку мы попали. До нее все хорошо будет. Опа. Привет, ребята. Как настроение? Они могут нас забыть здесь. Вы как помнишь, я тебе про фильм ужасов рассказывал? Ну, давай не будем. То, что их оставили, вот так они замерзли. Волки. Здесь хоть и медведи бурые водятся. Я сейчас пообщался с местными. Медведи, леопард есть. Кстати. Всем, ребята, доброе утро. Вот не могу никак налюбоваться вот этими прекрасными видами. Ну, естественно, это, в принципе, потому что не каждый, далеко не каждый день такие виды. Ага, стесняшечка. Редушка ревоксирует. С кофе уже выпили, перепили кофе. Вот. Еще пьешь до сих пор, да? Ну, я уже все, хватит. Сейчас горным вершинам будем подниматься. Вот туда, на розу пик. 2300 с чем-то метров. Ну, там надо обязательно одеваться теплей. И желательно, говорят, еще намазаться солнцезащитным кремом. Потрясающее место просто. Я влюбился в это место. Роза Хутор здесь показывает погоду. Место ТВ. На телевидении тоже есть, короче говоря. На розу пик 1600. На розу пик вообще плюс 8 всего показывает. Южный склон 14 градусов. Вот. И тут как бы прямые эфиры показывают. Вот это вот роза долина. Это внизу находится. Туда мы сейчас поедем. Потом мы в горы поднимемся на высоту 2300. Вот здесь вот будем, естественно. Вот мы вчера место проходили. Все вот это вот рату. Спускаемся вниз. Отель из нашего роза Вилош на 1115 метров. Роза долина. Вот видишь, коршеринг автомобиля. Устраненный транспорт. Я заметил здесь очень. Потому что люди многие берут просто. Либо на велосипедах катаются. Также на прокатах на сутки берут. Там, может, и больше. В принципе, и свои, наверное, есть тоже. Списались мы сейчас с горной вершины. Вот к этой ратуше. Тут какой-то у нас движняк. Народу больше гораздо, чем у нас там в этой деревне. Вот. Романов мост. Давай, Юляшка, тебя сфотографирует, что ли? Да хоть где. Это наверх, понимаешь? А мы находимся вот там. Высоко-высоко-высоко в горах живем. Так начали мы свой подъем по канатной дороге Стрева. Обошлось нам это 2800 со скидкой от отеля. А так 1600 стоит. Красота, конечно. Ты главное мне нет. Вот, ребятушки, поднимаемся еще выше. Еще выше крыши тем, где-то не было. Дороги, дороги, откуда мы приехали. По этой дороге ехали, тоже поднимались. Мы живем в горах сейчас. На какой мы сзади живем? На 1150 метров. Андрюшка, мы кроме этого слова больше уже ничего не знаем. А если вы там живете, что вы боитесь? Ну, я не знаю, что вы так боитесь. А я ни разу не поднималась. Это для меня вообще первый раз. Мы поднимались по серпантину. Там сейчас не работает Олимпия. Вот. И я с какого-то периода стала бояться высоты. Ну, видимо, с возрастом это приходит. Прямо страх какой-то возникает. Причем меня заставляет постоянно. И вы, смотри, такой же страх. Я смотрю, мне страшно смогу становиться. Да мне уже смыть, уже страшно стало. Я уже второй раз пойду. А, во второй раз? Тут очень приятно чувствуется атмосфера. И реально экологически чистый воздух. И, конечно же, потрясающие виды, которые не передаются на камеру. А вот они, открытые тут кабинки. На такой, возможно, мы тоже поедем. Чуть попозже. Не знаю, возможно. Не, Олимпия, это что же? Олимпия там еще выше поднимается. Мы уже на уровне Олимпии находимся. Где мы живем? Мы на 1150 метров, а сейчас поднялись на 1600, по-моему. Сейчас поднимаемся еще выше. Еще немножечко нам осталось. И мы поднимемся на пик вершины 2000. Сколько там? 320 метров. Да, 320 метров. А водопады там выше, да, получается? Да. Выше. Это куда нужно подняться? Вам все снаружи пик, а потом снаружи пик спускаться. Спускаться от водопада. Видите, такое страдание. Высота, ребята, высота. Посмотрите, мы пролетаем. Вау! Боже мой, Андрей, ну пожалуйста, сядь. Роза пик приближается. Андрюшенька, я тебя умоляю. Я не напряжена, все хорошо. Юляшка тут медитировала. Хорошо, все хорошо. Ты имитируют эмитисты. Ребята, пока поднимаешься, можно насладиться открывающейся панорамой горы Величественного Кавказа. Это непередаваемо. Вот пролетаешь вон таким вот каньоном, как бы, да? И скалой, скалой, скалой. Мы поднимаемся на вершину. Кто боится хоть чуть-чуть высоты? Кто хоть чуть-чуть боится, это можно вспотеть. Здесь реально холодно. И даже если вы, как парень, пришли в одну футболку, вы здесь долго не протянете. Здесь одеваться обязательно надо. 7 градусов всего тепла. Вершина 2300 метров. Такие вот экстремальные здесь ощущения можно получить. Кататься над пропастью 600 метров. Тут также, если вы очень любите экстрим и хотите пощекотать себе нервы, можно за 600 рублей пройтись по маленькому мосту. По большому 800. Страшно, там страховка даже страшно. Там есть у нее страховка, но перевернуться так можно упасть. Человек, который боится высоты, лучше там, конечно, паника начнется. Чувак прям быстро преодолел это препятствие. Быстро прошел как-то. Он прям чуть ли не бегом, да? Легкой трусцой. Какая-то высота. Слушай, ну мне в Крыму кажется, было круче как-то там. Прямо обрывом реально. Там покруче обрыв. В Крыму. Хотя здесь тоже обрыв приличный. Представьте, пожалуйста. Алексей работает здесь, а оказывается, фотограф. А по ценам? А холодно здесь на горе зимой? Сколько градусов? Всегда. Ну там плюс-минус. А, ну это вообще щадящий в режиме. Даже у нас минус 20, бывает 30. Мы под Москвой живем. Здесь вообще круто, да, получается. По ценам? Дорого здесь? Смотрите, летом здесь недорого снимать однушку. Будет где-то в тысячи 16-15. Ну, именно в студии. Именно в самом Сочи или здесь? Вот здесь, на поляне. Зимой эта цена поднимается до 60. Вот здесь вот на поляне. Приходится зимой съезжать в Сочи и там снимать также за 16 тысячи однушку. То есть, как бы, летом там 60, однушка стоит в месяц, здесь 17, а потом меняется. Меняется. Да. И у вас тоже фон такой. Да-да-да, приходится туда-сюда, как бы, вот. Ну, вообще нравится, да, сделать? Вполне хорошо. Мягкий климат. Слушай, самый главный горный воздух чистый. В начале мая можно здесь, конечно, на лыжах кататься. Днем покатался на лыжах, поехал в мае, вот как бы в начале море покупался вечером. А вообще что сподвигло переехать сюда? Сподвигло переехать? Родители. Здесь живут? Да, они переехали, я с ними. Здесь фрилансом нормально работать. Ну да, вот это именно, мне кажется, именно это работает. Либо свой бизнес какой-то хорошо. Здесь очень хорошо, свои бизнесы просто берете где-нибудь, ну, какую-нибудь... Надо прошариться, можно взять какую-нибудь точку на пляже или посещаемых местах. Просто там, не знаю, ну, сувениры много не принесут. Ну, тоже надо, мне кажется, мзду какую-то внести, чтобы прежде всего... Просто поставить человека, который не ворует деньги или камеру. Все, а он будет, вы ему будете фиксированную плату как бы платить, а сами это... Ну, здорово. Да. У нас в прошлом году была на пляже собственная фототочка, прям на берегу. Вот, она принесла за лето миллион двести. Отлично. Так что вот эти деньги. В Сочи надо ехать, оказывается. Да, да. Пусть нас открывать. Там и туризм, да, там процветает. Лайфхак, да. Ладно, все, спасибо большое вам за мини-такое интервью. Всего хорошего вам работы, чтобы удачно у вас сложилось в жизни. Зашли к кафешечку на 2320 метров. Немножко подзамерзли на улице. Реально холодновато. Здесь прям хорошо. Там еще, кстати, ресторан с правой стороны. Могу снять. Как это выглядит. Какой-то ресторанчик, в принципе. Сами, конечно, здесь кусачие. Но прикольно по-своему. Атмосферка такая. Туалеты есть, в принципе, также на вершине. Бесхватные абсолютно от этого заведения. В зимнюю сказку попали, экипировку поменял. Теперь я нормально соответствую нынешнему сезону климатическим условиям, который здесь находится. Всего 7 градусов плюс. Осталось только выжить. Да, выжить чуть повыше подняться. Там уже будет снег лежать, в общем-то. Ну, здесь кайфово. Здесь воздух. Дышится, а? Как? Просто сказка. Все, ребята. Идем дальше. И тут, по канатной дороге Эдельвейс, мы еще решили спуститься в парк водопадов Менделиха. Или Менделиха, напишите в комментариях, как правильно. Дорога, маршрут протяженности 2500 с лишним метров. Мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера. Летим. Летим. Летим по небу. Лети по небу. Только, только не уп... Лети по небу. Только, только, только не упади. Я и песню забыла от страха. Все время такие полеты есть небольшие. Слушайте, ну красивый лес-то, смотрите какой, а? Это впечатляет, это реально впечатляет. Вот это вот... Нет, просто. Это сказка. Это просто сказка. Вот не хватает эмоций высказать словами, да, передать? Передать. Ну, вот что я катался в свое время, в 13-м году перед Олимпиадой, да, там были тоже такие похожие кабинки открытые, да? Ну, здесь высота немножечко поднимает настроение даже другое. Здесь вообще просто туман, прям пейзажи для съемок крутых фильмов. Но сейчас может быть... Ну, ничего, 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 все, не торопись, все будет хорошо. Мы только натормозим. Тормозим, потому что там бывают люди, некоторые не могут спрыгнуть вовремя, и он притормаживает, соответственно, чтобы все было по уму. Немноженько держись, держись, а то резко может начать проехать. Да не, все хорошо будет. Опа. О, привет, ребята. Как настроение? Огонь. Страшно? Мамочки дорогие. А вот придется нам отсюда теперь слазить как-то, да? Тормознули нас здесь. А вам надо сейчас спускаться, а нам там в гору. А там водопады есть? Не ответили. Не ответили. Не ответили, господи, спасибо. Боже, ты же это все придумал. Это придумал, это человек. Технический прогресс. Боженька же, боже. Ты сказала, может найдем самогон. Нахрена нам это глянь? На природу лучше глянь. Ведь деревне кайфа целый вагон. Романтичный вечерок у нас такой намечается. В лесу, в густом лесу, сказочно красивом. Здравствуй, Менделиха. Вот так вот и гуляем. Здесь водопады, короче говоря, где-то их штук 7-8, может быть даже больше. Но надеюсь, что мы какие-то хотя бы водопады увидим. Потому что сейчас пожрем, короче, и, наверное, силы даже не будет дальше идти. Вот такие вот высоты, вот такие вот высоты, ребятушки. Папортничек, гостой лес. Воздух. Самое главное, горный воздух в лесу. Это вообще не передать. Сейчас перекусим и дальше пойдем. Наше маленькое приключение будет продолжаться. Тушничок нам, тушеночку мы запасли с собой. Вот по этой лестнице подниматься, подниматься и еще выше, выше и к водопадам. Увидеть водопад, к сожалению, нам так не удалось, поскольку все это работает где-то до 4 часов. И встретился нам по дороге человек, который попросил уже покинуть этот парк. Иначе мы могли не успеть на последний фуникулер, который закрывает в 17 часов. Юляшка все измерно посела, короче. Я тут пошевелился немножко лишний раз. Не, Юляшка достойно переносится, согласись. Все это очень хорошо переносится, да. Вот эти канатные дороги, на самом деле, они кажутся страшными, но не в такой степени, как хотелось бы. И местами очень. Но прикольно, здесь 2,5 километра можно вот так вот ехать, наслаждаться видами, да. Вот эта херня снизу, вернее сверху, вот это можно опустить. Не отпускай. Не, я сейчас покажу, как это продемонстрирую. Просто для Инстаграм. Вот так опускается, да, до конца. И можно спрятаться от дождя. И давай поднимем месте. Чтоб воздух нас... У нас воздух здесь. Постоянно был воздух. Мы, кстати, последние уже отсюда выбираемся. Не знаю, как там, кто-нибудь сзади из-за нами есть. Да нет. Ну, может быть, так... А, нет, вон там еще 2 человека вижу на заднем фоне. Такая приятная дымка. Вот сейчас мы едем, как будто въезжаем в какую-то, знаешь, в тучу. Да и на небе тучи от тучи... Нет, дух захватывал бы, если еще на параплане бы полетать бы. Там действительно высота вот так, да. Вот они останавливаются. Они могут нас забыть здесь. Вот как помнишь, я тебе про фильм ужасов рассказывал. То, что их оставили, вот так они замерзли. И потом они начали спрыгивать с этого, короче, ну, подъемника. А там были внизу волки, и участь была известная какая. Там медведи, волки. Здесь, кстати, медведи бурые водятся. Я сейчас пообщался с местными. Медведи, леопард есть. Кстати, зубры есть. Очень много животины на самом деле. Ну, конечно, их можно встретить не так часто, как хотелось бы. А может быть, наоборот, не хотелось бы. Круто здесь. Роза Хутор. Огонь. И спускаемся в Роза Долина. То есть, Роза Хутор, где вот это находится главная башня, ратушь, по-моему, да, надувает. Вот она виднеется. Ну, плохо видно, да. В общем-то, ребята, все. Всем пока. Однозначно рекомендую посетить... Однозначно рекомендую посетить это место. Желательно в такое время, где-нибудь с утра. Чтобы, как говорится, без суеты. Потому что мы не все объекты успели посмотреть. Водопад там какой-то, который до трех только работает, желательно его посмотреть до утра. Что можно еще добавить? Конечно, это не дешевое удовольствие. 1600 человек. А на семью, представляете, какая сумма вылетает? Ну, да. Это того стоит. Ну, это того стоит. Хотя бы раз жизни здесь побывать. Всем пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok